МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести. Хакасия. События недели. В студии Алексей Гончаренко в этом выпуске. Увеличенный сброс воды на Саяношушенской ГЭС заставил поволноваться население прибрежных территорий. Последний раз такой повод для беспокойства был 7 лет назад. Со знаком плюс, насколько за 4 года в Хакасии выросло поголовье скота, надой молока и количество единиц сельскохозяйственной техники и что поможет устранить перекупщиков из торговой цепочки. Он был сильным и добрым. Двукратный олимпийский чемпион Иван Ерыгин. В Абакане открыт сквер в память легендарного спортсмена. Строители Хакасии на границе Красноярского края и Тувы готовят к сдаче уникальную галерею на самом опасном участке федеральной автодороги М-54 Енисей. Оживленная дорога не пугает местных медведей. Косолапые иногда заходят к строителям в гости. На этой неделе в Хакасии было принято решение оказать гуманитарную помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от большого наводнения. Неспокойно на минувшей неделе из-за большой воды было и в самой Хакасии, и на юге Красноярского края. Из-за дождей уровень сразу нескольких рек значительно вырос, а Саянашушинская ГЭС увеличила сброс воды. В Ермаковском районе края спасатели даже начали эвакуацию населения. В Хакасии пока никого не эвакуируют. Впрочем, гидрологи говорят, уровень водохранилища, как в этом году, не поднимался последние 7 лет. Тот, кто заготавливал эти рулоны сена, вряд ли мог представить, что в итоге получится подобная абстракция. О подтоплении в прошлом году мало кто думал. Сегодня же поле под Усть-Абаканом вполне может похвастаться голубой гладью и рыбаками в лодках, несмотря на то, что до ближайшей реки Енисея отсюда несколько километров. Александр Петрович сегодня сидит с удочкой, не там, где обычно, говорит, самое клевое место скрыла вода. Машины аж там отъездят, дорога. А сейчас затопило все. Вплотную Енисей подошел и к Усть-Абаканской дамбе. Тут же дома сельчан. Впрочем, люди к подобной картине, похоже, относятся спокойно. У нас тут все нормально будет, я так считаю. У нас в основном от снега зависит поводок, с саян. А от дождей тут мало. Если аномальные дожди будут, тогда вот так. А насосную затопило не будет пока. Ну да, конечно. Ну почему, спадет вода и будет. Сотовый телефон моториста насосной станции подсимских дач буквально раскален. У огородников нет воды уже несколько дней. Отсек с двигателями полностью затоплен. Оборудование демонтировано, пока не спадет вода. К слову, Енисей вплотную подкрался и к самим дачам. У нас-то в принципе ничего так. Лишняя работа только. А у дачников-то затопило тут уже. Через дорогу не пошла. У них там грунтовые воды, грунтовые воды выдавливают. И вот по береговой, считайте, все огороды у людей картошки швах. Меж тем гидрологи в метеоцентрах Акасии успокаивают. Ситуация с половодием, пусть и не ежегодная, но вполне штатная. Опасности нет. Все в плановом режиме, все закономерно, просто немножко больше воды. В сравнении, например, с прошлым годом. Действительно, в 2012-м, по оценке специалистов, зафиксирован исторический минимум водохранилища в том же Усть-Абакане. Тогда малая вода наделала много шума. Едва не сел на мель транспорт, доставляющий из Петербурга многотонные турбины на Саяно-Шушенскую ГЭС. У нас на данный момент осадка баржи 105, и у теплохода 110 тоже корма. То есть, в принципе, мы не сможем пройти, пока не дадут нам воду. Уровень воды нам нужен для безопасного продвижения где-то 140-150 сантиметров. Сегодня же бассейн Саяно-Шушенского водохранилища наполнен практически под завязку. Станция сбрасывает 4,5 тысячи кубометров воды в секунду. Работает обводной канал. Впрочем, по прогнозам специалистов, дожди в Верховьях и Несея заканчиваются. Уровень расти перестанет. И, скорее всего, в ближайшее время вода начнет отступать. Константин Красцов, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Если на этой неделе сброс воды на Саяно-Шушенской ГЭС колебался от 4,5 до 5 тысяч кубометров воды в секунду, то в 2006 он достигал 7 тысяч кубометров. Это тоже было следствием проливных дождей. А вот большой ли запас критического уровня? Какова степень надежности защитных дамп и какой прогноз по осадкам на оставшиеся летние дни? И начало осени в интервью с начальником главного управления МЧС по Хакасии. Чуть позже Андрей Фирсов в нашей программе. На этой неделе газета Хакасия опубликовала еще одно заключительное программное интервью временно исполняющего обязанности главы Хакасии Виктора Зимина. Статья вышла под заголовком «Время возвращения села». В ней речь идет об успехах, достигнутых в сельском хозяйстве за последние 4 года, о действующих программах развития и о планах на перспективу. Глава региона категорически не согласен с мнением, что бюджетное вложение в село – пустая трата денег. Что, наоборот, нужно улучшать условия в сельской местности, в том числе бытовые, и поднимать их до уровня городских. Цитата. «Разве деревенские дети не имеют права на достойные условия жизни, горячее питание, на теплый туалет, в конце концов? Сегодня нет разницы, где живет человек – в городе или в деревне. Жизнь кардинально изменилась, и люди должны жить лучше. Впрочем, есть горячие головы, которые настаивают на том, что сельских людей дешевле переселить, чем жизнь им наладить. Очень опасное заблуждение, которое может привести нас вообще к потере России. Сначала из малых сел переселимся в райцентры, потом из райцентров в Абакан, из Абакана в Москву, и все, территории потеряны. А желающие занять их немедленно найдутся. Чтобы люди оставались в селе, и для этого нужно обязательно дороги туда, электричество какое-то там, делать им медпункты какие-то там, школы им там строить. Это же Россия, она всегда питалась глубинкой, так что глубинку никак нельзя уничтожить. А чтобы молодежи давали побольше земли, чтобы помогали, чтобы молодежь ехала. А если помощи сильно не будет от нашей власти, то вряд ли молодежь туда поедет. Судя по тем данным, которые приводятся в газете, благодаря вложениям в развитие сельского хозяйства, республика за четыре прошедших года сделала серьезный шаг вперед. Что касается поголовья скота, то по сравнению с 2008 годом в Хакасии стало в три раза больше овец. Сейчас 225 тысяч голов. В два с половиной раза больше лошадей. А по КРС Хакасия достигла своего лучшего показателя, датированного 1989 годом. 181 тысяча голов. Цитата. В 2009 году в сельхозобороте по республике находилось 196 тысяч гектаров земель. Сегодня уже 252 тысячи. В 2011 году урожайность зерновых в республике составила 18,2 центнера с гектара. Сегодня республика надаивает в год по 4 тысячи литров молока от одной фуражной коровы. Хотя лучший результат того же советского периода составил 2,5 тысячи. И еще цифры. За 4 года благодаря возмещениям затрат на закупку оборудования и техники из бюджета республики в Хакасии приобретено 562 новых трактора, 117 зерноуборочных, 74 кормоуборочных комбайна, 33 пассивных комплекса, 41 кормораздатчик, 34 молокопровода, 299 косилок, 284 пресс-подборщика и так далее. В разрезе по хозяйствам техническое обновление составило от 50 до 100%. Так что разговоры о неэффективности вкладываемых средств не что иное, как демагогия отдельных скептиков, которые сомневались и еще сомневаются в том, что изначально с первого же дня работы нынешнего правительства республики был взят курс на возрождение села. Но останавливаться на достигнутом это не в правилах главы региона, одна из приоритетных задач в ближайшем будущем создания сельскохозяйственных рынков. Цитата. «Мы вкладываем в село последние годы огромные средства, и люди должны чувствовать отдачу. Чтобы снизить цены, мы должны устранить посредников. Судите сами. Сельчане сдают баранину оптовикам по 150 рублей за килограмм, а на прилавках мы ее покупаем уже по 300. Эта разница не помогает развивать сельское хозяйство, не помогает сельхозтоваропроизводителю, а просто идет в карман посредника. Убрать посредников и призванные сельскохозяйственные рынки. Фермеры будут продавать товар напрямую. Первый сельхозрынок в республиканской столице уже строится». «Когда уже без всяких надбавок напрямую от производителя товар продается, конечно, это и дешевле, и нам, людям, это удобнее». «Без перекупщиков, значит, цена ниже. Всем, конечно, понравится это». «Я в своем доме тоже живу, продавала, помидоры продавала, но я никогда не сдаю никому. Они так и ходят, действительно, покупают, набирают оптом». «Медвежий угол» – подходящее название для той местности, где сегодня работают специалисты из Хакасии и компании Сибмост. Он же самый опасный участок федеральной трассы М-54 «Енисей» на границе Красноярского края и Тувы. Там завершается строительство уникальной противоловинной галереи. Ее назначение – защищать трассу от снежных оползней, которые случаются там довольно часто. Ее строят уже почти 20 лет. Она самая протяженная не только в России, но есть информация, что даже на всем постсоветском пространстве. А сдав в эксплуатацию ее в этом году, потом еще планируют продлить. Очередное удлинение защитной галереи произойдет в 2015 году. А сейчас на данном этапе работы вышли на финишную прямую. Завершен монтаж, идет отделка. Чуть меньше, чем через месяц, объект сдадут в эксплуатацию. Его протяженность – 1340 метров. В течение почти 20 лет эту галерею вводили в строй поэтапно, буквально по сотне метров. Здесь до сих пор трудятся даже ветераны стройки. Вообще было 280 метров, по-моему, там всего было полки этой. Ну, а потом 100, 300 и 550 сюда и 100 туда. Защитный козырек наращивали по мере необходимости. Сначала проектировщики полагали, что хватит и 280 метров. Но климатические условия в этих местах преподносили все новые сюрпризы. Все обильнее снегопады и все чаще случались сходы снежных лавин. В том числе и с трагическим исходом. Сошла эта самая лавина. И тогда уже улетели в пропасть КАМАЗ-5320 с прицепом. По-моему, Суглеман был груженый. И водитель погиб. И следом за ним шли две легковушки. Не знаю, какой модели, но две легковушки. В общем, там пересыпало. Мы уже сутки полностью стояли. Дорожным службам незакрытую защитной полкой часть дороги приходилось расчищать сутками. Техника проходила. Гридер пройдет в одном направлении. Вот он пока от начала до конца пройдет уже толщу на металла от 20 до 30 сантиметров. И на металла с такой силой, мело с такой силой, что плотность была. Но вот, как сказать, вот пластмассовая лопата, ей невозможно было взять. Не столько страшны осадки сами по себе, сколько рельеф местности. С одной стороны федеральной дороги отвесная гора, с другой обрывистый склон. Это часть природного парка Ергаки. Здесь же дислоцируется одноименный центр подготовки спасателей МЧС. В том числе и с функцией спасения терпящих бедствия на трассе М-54. Случай, когда несколько автомобилей слетали туда вниз. Вот здесь до низа 750 метров глубина. То есть то, что туда падало, от него ничего не оставалось. По информации дорожных служб, в минувшие годы на данном участке трассы можно было наблюдать до 10 сходов лавин в сутки. Кроме того, Тува – один из самых сейсмоактивных регионов страны. Год назад здесь были зафиксированы два случая подземных толчков мощностью 7 баллов и более 100 небольших землетрясений. Опасны не только лавины. Вставший на трассе автомобиль метель заносит целиком в считанные минуты. Проблема возникала в чем? Сыпет снег. Простая машина начинает буксовать, останавливается. Еле встреча подъезжает другая. Через полчаса они разъехаться не могут, и трасса встает. Самой сложной была зима 2008-2009 годов. В течение почти двух недель снегопады и метели, а центра МЧС еще не было, выезжали на дежурство. Мы с ребятами в тот год, в тот сезон зимний, 12 дней здесь прожили. Доходило до того, что съедали все сухари, сначала начинали водителям кармливать. И знаете, отработали такую систему. Под страхом смертной казни тупо людей выгоняли из машин. Жить хочешь, уходи. Которые сами не выходили, мы просто силком вытаскивали. И ни одной жертвы не допустили. Оживленная трасса граничит с первозданной природой. Непуганные звери, рассказывают строители, не обращают внимания на присутствие людей. В пяти метрах от стройплощадки – медвежья тропа. Эти кадры сделаны на мобильный телефон. О том, что звери совсем рядом, узнали случайно. Я говорил по телефону, подошел сюда к краю. И вот здесь вот увидел мишку. Буквально вот в метрах 4-5. Я хотел на них посмотреть, но не так близко. Страшно. Но они здесь постоянно ходят? Стабильно. У нас собака здесь, она постоянно лает на них. Ну страшно, а что? Куда деваться работа? В пятистах метрах от защитной галереи – часовня и памятник. Одиннадцать лет назад здесь разбился вертолет. Погибли 8 человек. В том числе губернатор Красноярского края Александр Лебедь. У памятного камня свежие цветы. Трасса М-54 по сути единственный путь, связывающий Туву с другими регионами. Железнодорожное сообщение еще только в планах. Воздушный транспорт практически не развит. Дорога очень важна, потому что это единственный век не артерия. Все грузоперевозки, все идет по этой трассе. 99% я думаю, все идет по этой трассе. Все к ним поставки и от них, то есть уголь, все это. Только по этой федеральной трассе. Вот из Санкт-Петербурга в Туву везут негабаритный груз. Корпус гигантского экскаватора для работы на угольном разрезе. Асфальтовое полотно рассчитано на такой перегруз, как и сама галерея. Не только на нагрузку сверху в виде схода снежных лавин или селевых потоков, но способна выдержать землетрясения до 9 баллов. В последнее время в республике Тува много землетрясений происходит. И до нас тоже это очень хорошо доходит. Въезд в галерею оформляется в стиле средневекового замка. В завершение будут проведены работы по благоустройству. На подъезде со стороны Абакана строители сделают автостоянку и смотровую площадку. Уникальный объект протяженностью 1340 метров планируется к сдаче в эксплуатацию 10 сентября. Но и это будет завершение лишь очередного этапа строительства. В 2015 планируется удлинить ровно до полутора километров. Растущий уровень воды в реках Хакасии и в Красноярском водохранилище стал на этой неделе поводом для беспокойства населения прибрежных территорий. Впрочем, был ли повод? В Главном управлении МЧС России по Хакасии не склонны разделять тревожное настроение. Об этом в интервью нашей программе рассказал начальник управления Андрей Фирсов. В этот раз мы изменили сложившиеся традиции и записали интервью не в студии, а на открытом воздухе на берегу Енисея. Андрей Александрович, на этой неделе на Дальнем Востоке в трех регионах подтопило 166 населенных пунктов, свыше 2000 человек эвакуированы. Хакасия на этой неделе оказала помощь. Вот как в таких случаях формируется какая-то заявка определенная существует? Или регион сам решает, чем поможем, чем можем? Ситуация на Дальнем Востоке остается сложной. Сейчас, будем говорить, не закончилась фаза спасения населения и сразу же начинается фаза восстановительных работ. В связи с этой задачей, которая стоит, появилось две проблемы. Первая проблема – это дефицит инженерной техники, как я уже говорил, и дефицит питьевой воды. Покрыть дефицит инженерной техники предстоит за счет Министерства по чрезвычайным ситуациям и за счет Министерства обороны. По вопросу обеспечения питьевой воды было обращение на субъекты, чтобы каждый субъект оказал содействие в выделении бутылированной питьевой воды на Дальний Восток. Конкретно обратились к Республике Хакасии о подготовке, выделении 20 тонн минеральной воды. Вода сейчас собрана, и решается вопрос об его отправке в Хабаровск. Для дальнейшего взаимодействия Виктором Михайловичем Зиминым была поставлена задача обратиться к руководству субъектов, которые пострадали, чтобы те направили на правительство Республики Хакасии заявки. Мы обращение такое сделали. Пока сейчас откликнулись. Это Амурская область запросила информацию по углю, которую добывают на территории Республики Хакасии. И Еврейский автономный округ. Это был также сделан запрос, какие у нас имеются продукты питания, которые до долгосрочного периода хранения. Эту информацию мы отправили. И сейчас я знаю, что в этих двух субъектах готовится обращение на правительство Республики Хакасии об оказании гуманитарной помощи. Неспокойно было на этой неделе и на юге Красноярского края, с Лермаковскими как раз были, когда там начинала развиваться ситуация. Администрация уже тогда беспокоилась о последствиях. Тем не менее, нам сказать, что ничего серьезного нет. Вот какая все-таки там была ситуация? Дома подтопило или все же затопило? Потому что говорилось и об этом. По той информации, которую мы имеем, что в результате вот этих осадков подтопило домохозяйство, примерно два домохозяйства. И в основном это приусадебные участки. Это огороды, это надворные постройки. По имеющей информации, из двух домов произошло отселение населения. Они уехали, значит, остальные все остались на месте. На данный момент у нас информация есть такая, что в принципе там уже обстановка стабилизировалась и проблемных вопросов нет. Идет постепенный, значит, отток воды и люди уже возвращаются в свои дома. Вот что касается нашей территории, уровень воды в реках Енисей и на Красноярском водохранилище по силам, наверное, регулировать двум станциям здесь имеющимся. Тем не менее, на этой неделе опять появился повод и пошли разговоры о том, что опасность какая-то возникает в связи с повышенным сбросом воды на Саяно-Шушенской ГЭС. Вот какая ситуация в Хакасии? Вот уверяю вас, то что никакого повышенного сброса по Саяно-Шушенской ГЭС нет. Да, в связи с тем, что в Верховьях Енисея, как я уже говорил, произошло выпадение большого количества осадков, произошло некоторое увеличение воды в реках Большого и Малого Енисея, значит. И эта волна докатилась до Саяно-Шушенской ГЭС и идет плановая сработка водохранилища. Примерно запас, даже для среднемноголетнего запаса водохранилища составляет еще где-то около 5 метров, чтобы достичь тот уровень, с которым уже Саяно-Шушенская ГЭС вошла в зимний период. Сегодня мы имеем, значит, информацию о сбросе воды в пределах 4300 кубических метров в секунду. Это объем весь, как и по обводному каналу, так и через гидроагрегаты. Никакой угрозы населению территории республики Хакасии нет. Везде, мы сегодня проводили совещание, заслушали всех специалистов ГОЧС, это из Сен-Агорска, Алтайский район, Абакан. Везде уровень в пределах среднемноголетнего значения. Но, тем не менее, уровень воды стал расти в Енисеи и в водохранилище или нет? Потому что население, как я слышал, забеспокоилось. Забеспокоилось, и нам звонки идут часто. Ну, значит, везде уровень. Это, значит, у нас только входят в те, подтапливаются те зоны, которые называются зоны отчуждения, где нельзя никакой экономической другой деятельности. И самое главное, что там даже нельзя никакую производить застройку. На население, на населенные пункты это ничего не влияет. Угрозы населенным пунктам отсутствуют. Подтапливается только та же зона отчуждения, которая в соответствии с планированием была сразу отведена территория, где будет находиться вода. Вот Усть-Абаканский район показывает, значит, вот эти вот сена, которые находятся в воде. Это надо так определиться, что это дно Красноярского водохранилища. И там никаких мероприятий выполнять, ни производить строительство, ни находиться там просто нельзя. Если говорить о критическом уровне, то какой еще запас подъема воды? Вот сегодня был, например, такой, и сколько еще может вместиться, на сколько еще может подняться вода, что это и не будет еще критическим уровнем? Сегодня по информации бассейного управления, ангара Енисейского бассейного управления, значит, мы имеем такую информацию, что Санашушинская ГЭС может сбрасывать до 5-5,5 тысяч кубометров в секунду в течение 5-6 дней. И никакого повышения уровня, будем говорить, или какой-то угрозы в связи с этим не будет населению. Запас в среднем идет по реке Енисея, потому что везде берега разные, значит, в среднем запас до критического 2,5 метра и выше. Самый низкий запас это 2,5 метра. Какова степень надежности наших гидротехнических сооружений? Ну, к примеру, вот взять Абакан, дамба, я помню, несколько лет назад, не помню точно сколько, но лет 15, может быть, может быть, чуть больше. Вот до того поднялась вода, что еще буквально метр, и вода пошла бы через уже дамбу. Надежна ли дамба вокруг Абакана хотя бы? Вы знаете, я думаю, нам надо очень большие слова благодарности говорить тем людям, которые в свое время приняли такое решение защитить город Абакан вот этими дамбами. Значит, мы сами вот, если так посмотреть, город Абакан практически со всех сторон окружен водой. Енисей, река Абакан, река Ташиба. Исходя из опыта 60-х годов, когда было затопление, значит, были созданы вот это гидротехнические сооружения, в том числе и каналы, которые выкачивают воду изнутри Абакана, значит, с большим запасом прочности. И, значит, будем говорить, высота в некоторых местах достигает до 10 метров, и это является очень надежная защита. Тем более, значит, оно выполнено со всеми теми нормативами, которые требуют защитному сооруждению. Там внутри каждой дамбы имеются гидравлические затворы, которые сделаны в виде глины. И надежность, по крайней мере, и у меня, и в Ростехнадзоре не вызывает сомнений. Андрей Александрович, еще один вопрос, что касается предстоящего прогноза, ну, в том погоде, в том числе и по предстоящим, возможно, осадкам, потому что если еще, допустим, какое-то продолжительное время будут дожди, то наверняка и уровень будет подниматься. Информация гидромета, которую мы сегодня также заслушали, доводили до населения, значит, 29-го ожидается дожди, но небольшие. Затем начало сентября, в принципе, ожидается без особых выпадений осадков. Ну, будем так говорить, что я так прогнозирую, и по информации тоже гидромет подтверждает это, что я думаю, что до 20-х числов больших дождей не будет, и поэтому уровень во всех реках будет только понижаться. Андрей Александрович, спасибо большое. Будем надеяться на лучшее. Хорошо, спасибо. Спасибо. В Абакане на этой неделе состоялось знаменательное событие. Торжественно открыт сквер памяти легендарного спортсмена, нашего земляка. На высоте 4,5 метров возвысилась скульптура Ивана Ярыгина. На открытие сквера собралось немало горожан. Приехали именитые борцы, в их числе трехкратный олимпийский чемпион БУВСР Сайтиев и заслуженный тренер Советского Союза, наставник Ивана Ярыгина Дмитрий Мендиашвили. Свой спортивный путь будущий двукратный олимпийский чемпион начинал в Хакасии. Золото Олимпиады выигрывал в 1972 и 1976 годах. В 90-х возглавил Федерацию спортивной борьбы России. Он стал первым ее президентом. В октябре 1997 погиб в автомобильной катастрофе. А полгода назад родной брат Александр Ярыгин обратился в мэрию Абакана с предложением подарить городу монумент борца. На условиях, что это будет не просто скульптура, а она станет частью сквера. По размерам скульптура Ярыгина стала самой внушительной в Абакане. Очень похожий, очень красивый памятник. Примерно такого же плана есть памятник в Красноярске, стоит возле дворца Ярыгина. Этот памятник, по-моему, чуть побольше, но и покрасивее. Иван Сергеевич продолжает делать то, что он делал при жизни. Всегда вокруг него было много людей, всегда был праздник, всегда улыбки были. Радость, люди собирались. А он остался таким же Иваном Сергеевичем Ярыгиным, таким же Ярыгиным остался для людей. В Абакан из красноярского поселка Сизая Ярыгин приехал учиться на шофера. Попал в секцию вольной борьбы. Его первый наставник Владимир Черков рекомендовал юношу в Красноярск, известному тренеру Дмитрию Миндиашвили. Дебют Ивана Ярыгина на официальных союзных соревнованиях был провальным. Я Ваню, царство небесное, привез на первенство Советского Союза среди юношей в город Баку. И вы знаете, как он отборолся? Не поверите. Две схватки проиграл за 39 секунд. Две схватки за 39 секунд. У Дмитрия Георгиевича за своего подопечного из Хакасии особая гордость. Он, пожалуй, единственный, кто верил в Ярыгина. И эти надежды оправдались, хотя из рассказов тренера Иван и сам в себя не верил. Часто убегал, скрывался от тренера в своей родной деревне, а тот его находил и возвращал на борцовский ковер. И триумфально завершилась Олимпиада 1972 года в Мюнхене. Это единственный спортсмен в мире, который в трех главных чемпионатах, чемпионате Европы, чемпионате мира и чемпионате Олимпийских игр положил всех своих соперников на лопатки. Такого еще не было. А потом была победа в Монреале в 1976 году с двумя сломанными ребрами в финале в принципиальной схватке с американским борцом золотая медаль. Теперь Международный Олимпийский комитет признал борьбу несмотребельным видом спорта. Поединки заканчиваются со счетом 1-0, 2-0 и 2-1. В связи с чем Медиашвили вновь приводит пример Ерыгина. Обкогнали борьбу. То есть борцы уже перестали делать приемы, бросать перестали. То есть опять вернулся к Иванову Ерыгину. Как вы думаете, финальные схватки на Олимпийских играх в Монреале с чемпионом мира, американцем Хеликсоном, с каким счетом Ерыгин выиграл схватку? 19-16. 23-19. Как по шкетболе? Все приемы сделаны, какие существуют. В архиве нашей телерадиокомпании немало исторических съемок, сделанных во время приезда Ивана Ерыгина в Хакасию. Он здесь гостил последний раз буквально за месяц до трагедии. В одном из интервью разговор зашел о состоянии спорта в стране. В середине 90-х положение дел было не на высшем уровне, жили по инерции прежними успехами. А он говорил о том, что нужно создавать новую инфраструктуру для новых возможностей. В борьбе не нужно много места, не нужно борцы, пацаны борются и на песку, и где на пляже, где в речке, где возможно. Борьба такой вид спорта, что он, наверное, никогда не затушен, потому что это от корней. А вот что касается массовых таких видов спорта, как футбол, волейбол, то, естественно, это большой сейчас идет, как говорится, урон нашей стране, потому что мы, в общем-то, да не только закрыли глаза на все это. Раньше я знал, что мы всей деревне строили стадион, Пеннистер район, это было событие, приезжали на Пеннистер район с бабушкой, дедушкой провожали, встречали с победой там. То есть знали от малого до великого. Надежды на возрождение вообще есть какие-то? Да, я думаю, не будем же совсем умирать. Я думаю, пойдут эти времена такие, когда наступит, наверное, какое-то светлое что. Да, это просто, наверное, будет. Не может быть такого, чтобы не было этого. Иван Ерыгин ушел 15 с лишним лет назад, но он остался в названиях улиц, учебных заведений, дворцов спорта, самолетов и кораблей и воздвигают монументы. Когда в Абакане 22 августа открыли сквер, то в одной из энциклопедий информация появилась уже в этот же день, где значится, в Абакане открыт сквер имени Ивана Ерыгина с большим фонтаном и бронзовым памятником высотой 4,5 метра. Кто был знаком с ним, говорят, он был необыкновенно сильным и в то же время очень добрым человеком. В Ставропольском крае на месте гибели спортсмена, недалеко от поселка Затеричный, открытый в прошлом году памятник, называется и подписан так, Ивану Ерыгину, русскому богатырю от дагестанцев. У меня на этом все. Программу завершит парламентский дневник. Наш адрес в интернете вести.дефис.хакасия.рф. Всего вам доброго.